Продолжаем чтение книги «Алфавит духовный. Избранные советы наставления затворника Георгия Задонского» профессора Константина Фимовича Скурата. Вот это истинный путь спасающихся. Ты должен жить добродетельно и уповать на Бога, который умеет даровать тебе ту славу, который обещал повинующимся Его повелениям. Господь наш Иисус Христос хочет всем спастися и прийти в разум истины. Его промыслительное призывание всегда действует на обращение нас к грешным и не пристанет действовать до скончания века мира сего. Он есть наш единый истинный путь, в нем заключается наше спасение, но как к нему уйти? Как проводить жизнь, чтобы достигнуть спасения? Как внимать своему спасению? Идти к нему надо верой и делами, кротостью и смирением, милостью и терпением, деланием Его западей с надеждой и любовью. Любите, прискорбный путь, а пространно ведет в пагубу, многими скорбями, подобает нити в Царствие Небесное, безропотно до последнего дыхания. Пойти ко Христу Спасителю и последовать за Ним, значит не жить более по своим желаниям, но жить по Слову Божию и делать то, чему научает Иисус Христос. Его просвещенные последователи, свыше рожденные на этим Святого Духа, значит подчинить свою волю воле Божией. И самый искуснейший лекарь не может пользоваться рано, когда они будут выполнять его советов, тоже, разумеется, и о сердце. Сердце, повинующееся, по велениям Господним, пользуется милостью, а не повинующееся, лишается и претерпевает, пока не обратится. А как внимать своему спасению? Так как прежде внимали посторонним разговором, теперь внимайте молитвы чтению, и чтобы не желать ничего такого, что уклоняет от всего спасительного занятия и внимания. Господь просвещение мое и Спаситель мой, вот истинное утешение души и сердца нашего. Любящим Бога вся споспешествует во благое. Да повторяем, в памяти нашей сию молитву Господи, с полной в меня любите Те от всей души моей, и помышления, и творите во всем воле Твою, спасайтесь о имени Христове. Чтобы разносторонне описать спасительную жизнь, Задонский затворник извлекает истинное христианское правило и створение святого Макалия. Должны христиане во всем подвязаться и никого отнюдь не осуждать, ни же явную блудницу, ни грешников, ни бесчинников, но с простодушием и неподзорчивым оком, На всех взирать и иметь сие, яко природное и вскорененное, чтобы никого не презирать, ни осуждать, ни кем не гнушаться, ни же делать какое различие и Лицеприемство, одинаково аще узрише, не посмейся сему в сердце своем, но аки, на здравого на него взирай, На безрукого, ни яко на безрукого, но на хромого яко, на правоходящего, на расслабленного, как на здравого смотри. Сияво есть чистота сердца, Чтоб, увидевши грешников или немощных, сострадать и милосердствовать о них. Иногда случается, что угодники Господни, на позорище сидяще взирают на прелести мирские, Но в то же время они по внутреннему человеку с Богом беседуют, А по внешнему только человеку кажется, что очами взирают на мирские происшествия. А святой Иоанн Златоуст молился, «Господи, всели в мяк корень благих страх твой в сердце мое». К всему иных Георгий добавляет, «Покуда сердце уклоняется в слушание непотребного разговора, Ищет, утешится, изгоняемый вещью, До тех пор не имеет покоя. Ежели оно и покоится минутами, То в мечтании прелести, А поистине во временных вещах не может быть покойно». Спасительный путь не в наружной строгости, Но в людении внутренних чувств И во внимании своего сердца в Иссути Христе. Не за другими нужно смотреть, как живут, Но себя осматривать и непрестанно поверять, Не оскорблю ли я, каким грехом милость Божию. Долг всякого христианского путника, Прежде всего взглянуть на себя, Себя осудить, увидеть свои недостатки, Искать всеми средствами, Воспользовать падшую душу, Чтобы примирить ее с благой совестью И привести в Божие милосердие. Надо бы наосуждать самый грех. Он нас разлучает с Богом, А о душе – сожалеть, Сострадать и объяснять ей, Что она сотворена по образу Божию. Поэтому страшно и трепетно уклоняться от Бога Во грех и рабствовать греху, Предавшись адским духам, Ищущим всегда вернуть человека В уготованный для негиенский огонь. Нам очень нужно Так же быть осторожными от коварных ласкательств, Ведь они те же сети, Коими уловляет нас, Наш общий враг и клеветник, Небесная Царица, Да спасет вас под своим покровом. Инна Георгий предлагает в качестве верного руководства Маленькое зеркало к видению больших добродетелей. Первое – чистая совесть. Второе – мирное сердце. Третье – кроткий дух. Четвертое – благотворные воли, Преисполненные милости и благоплодия. Пятое – несумнительность. Шестое – нелицемерность. Сими сопровождается премудрость, Свыше снисходящая. Молчи, терпи, молись, будь кроток, Смирен, со всеми мирен и спасешься. Важно не только исполнять заповеди Господни, Но и не откладывать их исполнение. Презирайте все, что удерживает и препятствует Сохранять в делании о нашем заповеди Христовы. Под что обещать себе старость лет, Когда о завтрашнем дне не знаем, Наш ли он будет или нет. Откладывать дни – это дело всегубителя. Он всегда советует в сегодняшний день Забавляться и проводить как-нибудь Без осторожности в противность Богу. Очень страшно делать неугодные Господу. Но сколько вам можно каждый день и ночь Обращайтесь ко Христу и воздыхайте, И просите мысленно, да благоустроит вам Господь спасительный путь. «А че, что творите, Вся во славу Божию творите» – Се апостольское выражение объемлет Все человеческое действие. «Вот это истинный путь спасающихся», – завершает подвижник. «Не уклоняйтесь же от него, Сим путем идущих и не озирающих Вспять Иисус Христос водит в Царствие Божие. Господь Сидержитель, Бог разумов, Да даст вам возлюбить сердечно Тот примирный мир и свет, Где нет ни вздохов, ни скорбей, ни бед, Ни скуки, ни печали, ни сует, И только чистая любовь живет. Там сладость, радость и покой такой, Какого здесь никак нельзя представить. Там все объяты божественной любовью, Божественным светом, Все, как солнце, Все, как солнце, сияют, Искупленные, омытые, Освещенные бесценной кровью Христовой. Все в них радостно, мирно, тихо, Все безмолвно, Сладостно, покойно, Мятежников там нет. Туда отсели нас к себе, Христос зовет, Туда он путь открыл И дал возможность прийти к нему Через скорби и болезни дешней жизни. Покуда еще мы здесь живем, Все вещи представляем в мыслях, Понимаем, изображаем, Только уподобительно земному. А где все небесное, Там нет ничего земного. О душа, Дыши той жизнью, Которой есть твой путь, И истинная радость и веселье вечное. Спасайтесь о имени Христове, Чтобы удостоиться небесных благ, Да покровительствует Нас, Матерь Божия, Материнским своим презрением. Слава Богу! О всем, если Бог даст, Завтра будем продолжать. Продолжение следует...